Матросы не пили про остров, где растет голубой тюльпан. Он большим отличается ростом, он огромный злой великан. А я пью горькое пиво, улыбаясь в глубиной души. Так редко поют красиво. В этом году, 21 марта, исполняется 125 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского. Великого русского артиста, певца, композитора, поэта. Гений Вертинского многогранен, его нет с нами уже более полувека, а его творения живут в наших сердцах и по сей день. Сам поэт говорил так о своем творчестве. Разве я мог бы выдумать мои песенки, если бы не прошел тяжелую жизненную школу, если бы я не выстрадал их. Он прошел долгий путь, полный взлетов и падений, горестей и радостей. 25 лет иммиграции были мучительны, но и необыкновенно плодотворны. Его «Желтый ангел», «Чужие города», «Палестинская танго» и многие другие песни были написаны в пору скитаний. Оттуда он писал «Странно и неприятно знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей родине. До сих пор за границей моих пластинок выпускают около миллиона в год, а здесь из-под полы все еще продают меня на базарах по блату. Прошли годы, но, к счастью, в России Вертинский не забыт. Его помнят и любят миллионы». Одни из них – это музыканты коллектива «Анна Климашевская» и «Декаданс Квартет». Идея играть Вертинского родилась три года назад. Все началось с концертов в Германии. Тогда именно публика вдохновила музыкантов на создание целой программы, в которой бы звучали только песни Вертинского. «Это так понятно и близко каждому», – говорили немцы после концерта. «Мы слушали старинные русские романсы и песни Вертинского, но именно последние прозвучали наиболее интересно. Это настоящий театр, где все страсти и чувства человеческие видны, как на ладони». «Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, И томно кружили Врубленные парни Под жалобный рогом Голоской гитарей» После уже в Москве был записан компакт-диск, который музыканты назвали «Дорогая пропажа». Это название одной из песен Вертинского. Выбирая такое имя, мы хотели подчеркнуть идею о том, что его уход со сцены невосполним. Конечно, свято место пусто не бывает, но второго Вертинского все-таки нет и не будет. А наша задача сделать так, чтобы его музыка жила. Елена Камбурова сказала однажды, «Я убеждена, что песня – живое существо, летящее во времени и в пространстве. Но, в отличие от многих живых существ, оно не имеет возраста, а имеет только дату и место рождения. И рождается заново, воскрешается каждый раз, когда голос человеческий, душа человеческая соединяются с ней». В записи диска принимали участие Анна Климашевская – вокал, Александр Романов – рояль, Даниил Клешнин – гитара, Иван Константинов – сопрано-саксофон, Герман Соглас – скрипка, Александр Шуберт – гитара, контрабас, аккордеон, Родион Юданов – слайд-гитара. Если аппетит приходит во время еды, то вдохновение, наверное, во время творческого процесса, который не кончается и по сей день. За эти несколько лет была проделана большая работа. Концерты были даны в Москве, в Германии, в маленьких театрах городов Берлин, Хайдельберг, Манхайм, в Тель-Авиве, в Центре российской культуры. В Иркутске они выступали в Доме актера, в Филармонии, в Музее-усадьбе Сукачева и в Драматическом театре имени Охлопкова. В процессе работы к проекту подключились еще два замечательных музыканта – это Дмитрий Агафонов – рояль и Евгений Середкин – гитара. Творческий подход каждого из них привнес в проект новые неповторимые краски и оттенки. За последнее время были созданы две концертные программы. Одна из них называется «Я влюблен в ваше тонкое имя». Другая – «То, что я должен сказать». В первой, посвященной лирическому творчеству маэстро, звучат не только песни автора, но и стихи поэтов Серебряного века. Другая программа полностью посвящена Вертинскому, его стихам и песням. «То, что я должен сказать, звучит по сути, то, что должны сказать мы, живущие в наше время, о тех, кто ушел, кто любил, верил и мечтал о настоящем и светлом. Сказать это всем нам и о нас, языком поэта, который был и остается для нас человеком, поющим душой и знающим все ее подтаенные уголки». И пора уже сознаться, что напрасен дальний путь, Что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь, Что пора остановиться, как-то, где-то отдохнуть И спокойно согласиться, чтобы лова не вернуть. Вертинский писал «Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках, и, кроме всего, они должны быть впору каждому. То есть каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него». «Стихи должны быть интересными» «Стихи должны быть интересными» Вспоминаются слова грузинского писателя Нодара Думбадзе из его «Закона вечности». Суть этого закона заключается в том, что душа человека во сто крат тяжелее его тела. Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее. И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга. Вы мою, я другого, другой третьего и так далее до бесконечности, «Дабы смерть человека не обрекала нас на одиночество в жизни». «И обещала целуя, все обещала». В преддверии юбилея Александра Николаевича Вертинского Декаданс-Квартет готовит новую программу и приглашает к сотрудничеству организаторов, спонсоров и всех тех, кто заинтересован в том, чтобы песни Вертинского услышали как можно больше зрителей. Музыканты обращаются за поддержкой ко всем, кому не безразлична судьба нашего наследия. В год 2014, который назван Годом культуры в России, такие проекты должны звучать для широкой аудитории слушателей. Ведь закон вечности записан не на бумаге, а прописан по рождению в сердце каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok